Пианист-виртуоз Завсегдатой крупнейших джазовых фестивалей в Швеции, Монтрё, Париже и Германии Выпустил более 20 сольных альбомов, не считая многочисленных записей с мировыми звездами, среди которых Род Стюарт, Элтон Джон, Джо Кокер, Чак Берри Получил мировую известность благодаря своему турне по четырем континентам, длившемуся более полугода Разрушая любые стилистические рамки, добился успеха, превратив свои выступления в феерические и неповторимые шоу Йоя, здравствуйте, я очень рада встрече с вами Дамы и господа, я рад быть в Новосибирске Прекрасно! Это то, что я могу и все Вы вообще бывали до этого в Новосибирске? Или это ваш первый визит в наш город? Это первый раз, что я посещаю город Новосибирск и вообще Сибирь, но на самом деле я был до этого в Москве, также я был в России, это на Камчатке Йоя, вы всегда такой энергичный, как на сцене или требуется все-таки подкопить энергию, чтобы потом заволновать зрителей? У меня на самом деле всегда было очень много энергии, я путешествую с огромным удовольствием, я знакомюсь с новыми людьми, и для меня это правда очень классно всегда быть энергичным, заряженным такими Какой самый сложный трюк в вашей музыкальной шоу-программе? Мне кажется, что это тот момент, когда вы поворачиваетесь к роялю спиной, при этом продолжаете играть, нет? Моя цель на самом деле заключается в том, чтобы к этому прекрасному музыкальному инструменту, как фортепиано, рояль, привлечь большое внимание, потому что и для этого все средства оправданы на самом деле Я хочу доказать, что из фортепиано можно извлекать любые звуки, и делать это очень интересно, даже играя, будучи повернувшись к спине к роялю, потому что моя цель – это чтобы больше людей играли над фортепиано Курьезный случай на ваших концертах Тысячи было каких-то случаев, таких очень странных, был концерт, на котором, например, у меня табуретка сломалась, стул, на котором я сижу, или один раз было такое, что клавиша запала, и мне нужно было выбирать композицию, так играть, чтобы избегать эту клавишу И один раз струна порвалась, и вот видно, что шрам до сих пор еще у меня остался от нее Но это вас не останавливает все-таки в вашем творческом порыве У каждой профессии, на самом деле, свой риск какой-то, правильно? А вы помните вообще, когда у вас произошла вот эта осознанная встреча с музыкой, когда вы точно решили, да, хочу заниматься только этим? Когда мне было 4 года, то моя старшая сестра, она занималась уже на рояле, она играла очень шикарно Я всегда смотрел на нее, и я сказал, что это будет моя цель, я буду играть так же, может быть, даже и лучше Сейчас у вас миллионы фанатов по всему миру, а есть ли у вас кумир? Есть, конечно, очень много примеров для подражания Они, конечно, играют в разных направлениях, но то, что я делаю на сцене, сочетая эти жанры все, никто другой не делает Но у меня есть, конечно, пример для подражания, это российский пианист Владимир Туровиц Есть еще на самом деле датский пианист Виктор Боргер, и он тоже с юмором играет, свои композиции импровизирует и так далее Я хотел сказать, что для этого нужно не только играть на рояле, но это нужно делать с юмором Играет музыка Есть такая интересная информация, что темп вашей игры на клавишах сравнивают со скоростью пилотов Формулы-1 И то есть человеческий глаз просто не успевает уловить этот темп Вы сейчас сколько времени уделяете репетициям? Конечно, упражнение gehört dazu, каждый профессиональный должен упражнение, это в спорт и в моем профессии Он должен дальше постоянно трудиться над собой Я, когда был совсем молодым, когда начинал только свою карьеру Я вставал в 8 утра и заканчивал только за полночь Я шел уже тогда спать И затем, да, это длилось, наверное, лет десять на самом деле Вот так я репетировал каждый день Я это сравниваю всегда с матчем в боксе Вот то же самое, боксеры, они постоянно находятся в форме Они должны постоянно эту форму приобретать И здесь то же самое В Новосибирске вы представляете новую программу Это музыкальная история путешествия Расскажите, пожалуйста, что вас вдохновило на создание этой программы? Да, на самом деле я понимаю, чтобы молодежь приходила вот на такие концерты, на фортепианные То ее нужно как-то чем-то другим завлечь И получается, что классические концерты или, например, джазовые концерты Не так всегда удачно бывают для молодежи Поэтому я подумал, а почему какие-нибудь популярные композиции Не представить в своей программе Конечно, я играю классические какие-то вещи, какие-то композиции У меня это есть все в репертуаре Но я также играю и Shape of You, твой образ Я также играю AC-DC Это музыкальный Я играю Где-то Я была штука Дорогие телезрители, смотрите трансляцию концерта Йоя Вента на телеканале ОТС в ближайшее воскресенье в 14.40. Йоя, а что для вас самое удивительное в России? О, боже мой! Это красивое женщина. Например, красивые девушки. Спасибо! Спасибо! Я хотел бы сказать, конечно же, и культура русская, и, конечно же, культура игры на фортепиано, пианино, которая уже столетиями длится. Это великие русские музыканты на самом деле, это великие русские пианисты, которые играют в классическую музыку. Я думаю, что Россия может по праву гордиться своими талантами. И, конечно же, красивые девушки тоже. Спасибо вам большое за прекрасную беседу и традиция нашей рубрики – это утренние пожелания телезрителям. Я желаю вам чудесного дня, музыкального дня, насыщенного. И сегодня у меня сегодня intelligence и хочет過來. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова На.Кулакова А.Кулакова בע